Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим тему пятого класса, которая позволит вам научиться сравнивать десятичные дроби. Прежде чем мы начнем сравнивать, я хочу напомнить вам, что к любой десятичной дроби можно дописать бесконечное число нулей после последней значимой цифры. Например, после семерки я могу дописать два нуля, могу три нуля, могу четыре нуля. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы с вами в последующем научились складывать, сравнивать числа. Итак, предположим, имеется первое число 1,7 и его надо сравнить с 1,71. Ну, во втором числе мы видим два знака после запятой, а в первом всего лишь один. Поэтому для того, чтобы сравнить, мы должны дописать нулик. Что мы видим? 1,70 и 1,71. Какая больше? Конечно, там, где стоит единичка. Некоторые вообще сравнивают каждую цифру. 1,1 одинаково. 7,7 одинаково. 0,1 единичка больше. Хорошо поставили знак. Возьмем более сложный. 7,2 и 7,005. Итак, во втором случае после запятой четыре знака, а тут всего один. Пока мы не дописали нолики, а ноликов мы дописываем аж три штуки, сравнивать мы не можем. Теперь мы сравниваем. Первая семерка, вторая двойка, 0,0, 0,0, 0,5. Какая больше? Конечно, второе число. 7,005. Далее. Давайте сравним. 1,215 и 2,21. Ну, понятно, что по аналогии мы можем спокойно дописать ноль. Но это особой необходимости не вызывает. Почему? Потому что единичка меньше, чем двойка. В этом случае мы спокойно ставим знак меньше.